Привет, друзья! Привет, зрители! Меня просили рассказать о том, как я делаю монтаж своей снасти для ловли сома с квоком. Я, в принципе, готов. Сразу говорю, что этот ролик не видео урок, и уж тем более не утверждение, что только так правильно. Я покажу здесь свой базовый монтаж снасти на сома и скажу, почему сделал так, а не иначе. Но об его эффективности вы сможете судить, посмотрев мои ролики о рыбалке. Итак, приступим. Начнем сначала. Инструмент вываживания основной, спиннинг. Я использую крокодил, всем доступный, бюджетный и, в общем-то, надежный. Конечно, варианты. Но меня он устраивает именно своей характеристикой, надежностью. Остальные характеристики, скорее, связаны с комфортом. Это легкость спиннинга, его строй. Единственное, я дорабатываю, например, если кончик слишком хлипкий, то на одном из своих спиннингов, например, я убрал последние два кольца, чтобы подсечка была более крепкой, не устроившая меня длина ручки. Я ее чуть нарастил. Длина моих палок я делаю примерно метр восемьдесят, метр девяносто. Еще один спиннинг, с которым я пытался работать, это крепкий Камчатка Оушен, кайдовский. Он очень надежный, но тяжелый. Хотя иногда я его беру на свои охоты. Из катушек я предпочитаю использовать мультипликатор. Примерно в двадцатом-тридцатом размере. Единственное, на что я обращаю внимание, это, ну, первое, конечно, это надежность и нагрузку, которую держит тормоз. Это примерно 25-30 килограмм на моих катушках. Типоразмер их двадцатый-тридцатый. Шнур я использую самый простецкий. Вот, это или Брейдлайн кайдовский, 0,5 диаметра, с разрывной нагрузкой, 47,6 килограммов. Вот, и Спайдер 0,6 миллиметров, 75 килограммов на разрыв. То есть, условно мы с вами собрали составные части основного инструмента рыбалок, намотали шнур. И давайте сейчас я покажу, каким образом я выполняю сам монтаж. Ну что, очередной этап, самый главный, это монтаж моей снасти. Берем основной шнур, уже снаряженного спиннинга, и устанавливаем туда груз. Груза я делаю скользячими. Так, надеваем его на нашу плетенку, и затем я сюда же одеваю стопорок. Стопорки я делаю сам, из покрышек автомобильных, одеваю стопорок. Стопорки у меня достаточно плотные, и вот 150 грамм прекрасно держит. Но во время подсечки они соскальзывают. А так, вот он мой монтаж в натуре, с тизером. Показалось мне, последние две рыбалки с тизером получше работают. Груз сразу верхний отвожу наверх, примерно на метр, вот так вот. Я уже говорил в одном из роликов о моих снастях. Это для хорошей подсечки, чтобы его инерция не мешала подсечке. Он просто соскальзывает по карабинчикам вниз. На основном шнуре мы с вами монтаж предварительно сделали. Вяжу обычный восьмеркообразный узел, формируя глухую петлю. Все, первый этап мы сделали. Второй этап. Вяжем поводок. Длину поводка я делаю не менее метра. Метр 10, метр 20. Можно использовать поводковый материал, но зачастую я обхожусь просто, обхожусь плетенкой меньшего диаметра. Например, у меня на основную леску намотана плетенка 0,6 миллиметров. На поводок я беру 0,5 миллиметров. На поводок я сразу же завожу стопорок. Стопорок заряжен. Пропускаем тизер. Вот стопорок нам нужен для того, чтобы регулировать именно положение тизера на самом поводке. То ли делать его поближе к наживке, то ли убрать его подальше. И теперь на поводок вяжем крючки и формируем петлю для последующего монтажа. Крючки. Если попадаются, беру овноровские крючки хорошего качества, уже зарекомендовавшие себя. Если нет, смотрю, какие присутствуют. Вот я брал волжанку в свое время. Один или чаще два крючка. Вязать любым удобным, зарекомендовавшим себя в ваших рыбалках способом. Вот такой монтаж получился. Теперь такую же петлю, как и на основном шнуре, формируем на поводке. Все, монтаж готов. То есть он может быть с одним крючком, либо с двумя крючками. Монтируется через петли. Монтаж происходит петля в петлю. Все. Монтаж готов. Можно, конечно, сделать на одном шнуре. Это будет, конечно, крепче. Но в силу того, что я человек ленивый и мне не охота лишний раз заниматься переделкой монтажа. Если я вдруг хочу изменить конструкцию своего монтажа на другую, я готовлю разные варианты конструкции и ношу с собой дополнительной поводки. Потом в любой момент можно снять монтаж и поменять его на другой. Еще один момент. Вот это вот соединение монтажное, конечно, можно сделать на готовые детали, различные булавки, верклюжки. Однако я стараюсь этого не делать. Почему? Потому что открытый металл сом, вы знаете, не любит. Вот. И даже если он расположен далеко от наживки, существует вероятность того, что он поднимется наверх по шнуру, коснется и отскочит от этого металла, как ужаленный, и больше не подойдет к вашей наживке. Поэтому я стараюсь не использовать эти вещи. Ну, вот такой монтаж. Вот таким образом выглядит снасть, поднятый на стопорках груз, дальше под вертлюжком тизер и основная, собственно, насадка. Продолжение следует...